МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ходит людская молва, что быть врачом очень трудно. Это не просто слова. Врач – человек с большой буквы. Должен он все понимать, верить, сочувствовать, слушать, помнить, любить, сострадать, тело спасая и душу. Именно эти строки можно отнести нашей героине передачи, прекрасной женщине, директору городской поликлиники номер 2, педиатру, профессионалу своего дела, Ажгуловой Кшре Мухтаровне. Дело ее жизни самое необходимое, самое трудное, самое ответственное. Требующее постоянного совершенствования. Она пользуется огромным уважением среди своих коллег и пациентов. Самое главное, считает она, – это требовательность, в первую очередь, к себе. Честность, отзывчивость, стремление постоянно учиться и совершенствоваться. Ответственность, трудолюбие, жизненный и профессиональный опыт помогает ей достигать больших успехов в своей деятельности. Кшура Мухтаровна, мы рады приветствовать в нашей передаче «Дорога жизни». Пользуясь моментом, хотелось бы поздравить еще раз вас с новым наступившим годом. Пожелать вам только успехов, удачи в вашем нелегком труде, семейного счастья, а самое главное – здоровья и побольше сил. Спасибо. Кшура Мухтаровна, про вас написано очень много статей и в журнале, да, мы видим сейчас, вот вышел журнал «Досуг Уральцик», это еще в 2007 году. Также вы внесены в книгу «Заслуженные женщины при Урале». У вас очень много наград, достижений. И самое главное – то, что вы состоялись как личность, как я уже повторяюсь, профессионал своего дела. И вам есть, что рассказать нашим телезрителям, вам есть, чем гордиться. И мы, безусловно, очень рады нашей встрече. Надеюсь, вы сегодня также нас вдохновите, так как вы являетесь примером для подражания для всех нас. Я хочу процитировать сейчас эти сроки журнала, что холодным декабрьским утром в далекое Джампитее в семье Джа Ашгуловых родилась долгожданная дочь. Любимица не только семьи, но и всего рода. А дальше, я думаю, продолжите вы сами. Да, действительно, я на свет появилась в поселке Жамбита, с Рымского района сейчас. 14 декабря это был очень такой, как мама говорит, была сильная метель. Стояли морозы, и в такую ночь я родилась. Но мое рождение было очень для папы и для мамы очень значимым, потому что до меня, вот после старшего брата, умирали дети. До меня умерло двое братьев и одна сестра. И, соответственно, уже на меня как бы смотрели на дитё, посланное Богом, что я должна остановить вот эту тяжёлую трагедию в семье. И мое появление для папы и для мамы было очень такое значимым. И они старались меня уберечь от всяких болезней. Лелеяли, берегли, укутывали в тепло. То есть не дышали на дворе? Да, не дышали. И я в то время была сильно избалованным ребёнком. А это правда, что даже корову купили? Да, и корову купили, потому что надо было меня поить молоком, свежим парнем. Дышал творог, вот это всё. Потом, значит, утепляли дом. Поэтому папа стал как-то больше смотреть на семью. До этого он был занят работой. Вот только работой, работой. А семь... Ему казалось, что дети сами вырастут. Папа говорит, я после этого, у меня мир перевернулся. Я уже стал смотреть на семью, на детей, на жизнь уже по-другому. Потому что жизнь его, конечно, в этом плане побила. То есть детство ваше было счастливым и безоблачным? Моё детство, я считаю, было счастливым и безоблачным. Потому что после меня родились уже сестрёнки, двое сестрёнок родились. Мы росли дети того времени, как должны были расти в советское время. У нас было всё. Школа была, да? Были книги, была библиотека, были друзья. И ничего лишнего. Мы росли как обычная советская семья. А какие светлые воспоминания у вас сохранились всё-таки с детства? Помимо того, что вас баловали, ни в чём вам не отказывали. То есть вы росли, как вы говорите, вполне счастливым ребёнком, ни в чём не нуждаясь. То есть я представляю, что вы были одеты, обуты. То есть всё самое лучшее, сладкое, вкусное всё было для вас. Ну, самое светлое, наверное, то именно у меня школьные годы. Потому что нашему поколению повезло в том плане, что особенно моему году рождения я попала в класс, где был замечательный учитель. Лафтулла Гарифович Закиров. Это был учитель от Бога. Он всему нас научил. И вот, наверное, самое светлое то, что мы приобрели азы образования. И вот по сегодняшний день, я хочу сказать, та база знаний, ту основу, которую мы приобрели в этой школе, в этом классе, я до сих пор несу с собой. А вот как вы пришли в медицину? Мечта была с детства стать врачом, помогать именно детям? Или вот, может быть, по желанию своих родителей вы решили поступать в медицинский институт? Вообще, я генетически пошла в отца. У меня такое математическое мышление. И в школе я решала, вот, помните, журнал был «Квант» в своё время, Московского высшего технического училища. Имени Баумана. Я оттуда решала задачи. Отправляла выполнение задачи туда, в университет. Естественно, у меня было приглашение туда поступать. У меня другого, знаете, решения не было. Я думаю, всё, я поеду поступать в Москву. Ну, естественно, выбор в то время делают всё. Но родители. Он сказал, я тебя далеко отпускать не могу. Я говорю, ну, тогда, папа, давай меня в Алма-Ату. Политетический институт, инженерно-механино-математический факультет. Он говорит, тоже не отпущу. Это двое суток ехать туда и обратно. А ты, говорит, должна домой чаще приезжать. Потом, говорит, давай, дочек, садись. Знаешь, говорит, тебе лучше надо быть врачом. Мне вообще это в голове даже не приходила мысль быть врачом. Ну, он говорит, это врач. Это всем уважаемый человек. Будешь оказывать помощь населению. Будешь охранить здоровье наше. И вот у меня тётя была, она работала фармацевтом, провизором в аптеке. Он говорит, вот видишь, как твоя тётя Марва, она какая, всё время в чистом халате ходит, в белом колпачке, в чистоте работает. Вот ты такой же будешь врач. Потом он говорит, всё-таки давай, дочка, думай. Ну, думаю, наверное, папа прав, думаю. Наверное, во мне, может, кто-то разглядел такое. Потому что же они нас видят и в будущем представляют, кем мы можем быть. Наверное, он прав, думаю. Ну, решила поступить в Актьюбинский мединститут, в педиатрический факультет. Попала я, буду говорить, по сдаче экзаменов. И вот когда уже закончила институт и приехала работать, пошла на участок работать участковым врачом-педиатром. Это район Римзавода, грязь, дорог нет нормальных. Я папе говорю, вот твой чистый халат. То есть мне получилось, надо было начинать мою трудовую деятельность именно с участковой службы. Самый такой первичный, который встречается с населением. И они жили. Наверное, папа был прав. Почему именно педиатрия? Ведь детским врачом работать гораздо сложнее, чем со взрослыми. Если взрослый может рассказать вам о своих проблемах, о болячках, то ребенок практически ничего не может сказать. Наверное, вас все-таки вдохновляло, давало вам заряд позитива, бодрости, улыбка здорового малыша. И вот это как-то придавало вам сил дальше идти. Знаете, наверное, то, что мы росли в семье, где были наши маленькие, двое моих маленьких сестренок, которых мы опекали. Потому что мама и папа были все время на работе. Естественно, мы ухаживали за ними, мы их кормили, мы обывали, одевали, школу провожали, со школы встречали. Вот эта, наверное, забота, вот как-то, понимаете, их незащищенность какая-то, да, наверное, предопределила мой выбор. Что мне как-то легче с ними, не сказать, работалось, да, а с ними вот мне нравилось ухаживать за ними, заботиться о них и как-то помогать им. А вот и специальность педиатра тоже предполагает. В первую очередь, это помочь ребенку во всем быть здоровым, крепким, не болеть. Если заболеет, лечить. И вторая, конечно, вы говорите правильно, специальность врача-педиатра очень тяжелая в плане того, что за ребенком стоят очень много взрослых. Это папа с мамой, дедушка-бабушка со стороны мамы, дедушка-бабушка со стороны папы, и врач-педиатр остается, как бы, стоит, приходится ему отвечать перед такой аудиторией, да, будем говорить, тех людей, которые беспокоятся об этом ребенке. Но ребенок, он сам по себе очень благодарный пациент. Он никогда не обманет, как взрослый. Я его могу сразу увидеть по мимике, по характеру плача, что его беспокоит. Вот поможешь ему, да, он через пять минут начнет улыбаться, уже совсем другой ребенок. Значит, мы ему помогли. И ребенок никогда не обманет тебя. Он никогда, как бы сказать, не будет затягивать свою болезнь, да. Ему лучше, он сразу пойдет. И прекрасной улыбкой, смехом будет всех радовать. – Ксюра Мухтаровна, ваш отец был очень известным человеком. Он ветеран Великой Отечественной войны. Безусловно, он является гордостью для всей нашей страны. Вот какие, может быть, вот даже сейчас давайте покажем нашу телезрительную книгу, да, которую выпустили про него. Это автор Жанна Ойшибаева «Счастье Мухтар Ата». И вот здесь полностью, да, его биография. И хотелось бы, чтобы вы сейчас тоже рассказали нам о своем отце. Вот во время нашей беседы я поняла, что все-таки вы папина дочь. Больше были привязаны к отцу. Вот какие, может быть, у вас остались тоже в памяти, может быть, какие-то его советы, наставления. Ведь отец вас воспитывал, так же, как и мама. Они старались вложить в вас все самое лучшее. Но вот что вам больше всего запомнилось? Вот какие слова слушают для вас на путь своим кредом в вашей жизни? – Да, действительно, папы не хватает сейчас. Вот в следующем году, в мае месяце, в этом году, даже не в следующем, в мае, вот в этом году ему будет сто лет. Вот мы будем Аллауса праздновать столетие отца. Будет три года, как его нет с нами. И действительно, вот он ушел в 97 лет. И вот когда это случилось, я поняла, что, оказывается, он может умереть. Мне казалось, что он будет все время с нами. Почему-то вот у меня было такое ощущение, что пока папа есть, я ребенок. Я себя не ощущала старшей, там, хотя я уже к тому времени была бабушка, но я уже все время была ребенком. Папа у нас очень такой принципиальный, требовательный был. И он не любил лживости. Он сам не любил обманывать людей. И терпеть не мог лжи. И вот когда такие люди в жизни с ним встречались, он мог повернуться, уйти с ним, с таким человеком не разговаривать. И этим он не нравился. И вот эта черта характера передалась мне. Я тоже не могу врать, я не могу обманывать. И когда человек, глядя мне в лицо, я чувствую, что он меня обманывает, я могу сразу ему сказать, прекратите. Я больше с вами не хочу. То есть вы чувствуете людей сразу? Я сразу чувствую людей. И искренних, и фальшивых, то есть вы можете отвечать. Да, да. Но мы, вот, понимаете, с папой из Роубережь, я поняла, что мы очень доверчивые. И папа был доверчивый в жизни. Мы не думали, что этот человек может нас подвести, что он может нас как-то очернить в глазах других, да. Но мы все время доверяем. И папа такой был доверчивый. Я потом сейчас уже по мере взросления, я понимаю, что я иногда повторяю ошибки папы. Но это вам как-то мешало в жизни быть доверчивой слишком? Понимаете, оно мне не мешало. Эти люди потом все равно. Именно были те моменты, которые их жизнь била. Я счеты ни с кем не сводила. Но с ума судьба этих людей вставила в такое положение, да. А все-таки в вашей жизни встречались больше, наверное, добрых, отзывчивых людей. Ведь не зря говорят, что мы излучаем, то и получаем. Хотя, конечно, мы не можем себя защитить, да, и от таких людей. Потому что бывает и предают, и подставляют, да, как-то. Понимаете, я это ощущаю, я об этом знаю. Но мне когда со стороны говорят, вот помните, вы этого человека поддерживали, а она-то вас предала, вот это мне больно слышать. Я всегда выше этих обстоятельств, я выше этих случаев в жизни. Потому что я знаю, что я в жизни сама иду прямой дорогой. То есть были такие люди, которым вы доверяли, и они вас могли предать. Это, наверное, у каждого встречается в жизни, да. Особенно тех, от кого не ждешь. Да. Но в жизни у меня было больше хороших людей, больше друзей, больше прекрасных коллег, с которыми я до сегодняшнего дня работаю, и которые меня всегда поддерживают. Я этим живу и работаю. Это замечательно. Вы считаете себя все-таки счастливой женщиной, супругой, мамой, бабушкой? Угу. Конечно. Ксура Мухтаровна, вот с будущим своим избранником, супругом вы познакомились тоже в джимпите. Вы даже и одноклассники. То есть, как интересно, то есть, когда вы учились в одном классе, знали ли вы, чувствовали ли, как вы говорите, у меня очень тонкая развитая интуиция. Вы предполагали, что со временем ваш одноклассник, может, вы даже сидели за одной партой, он станет вашим будущим супругом? Знаете, мы учились в одной школе в параллельных классах. Ну, когда, понятие параллельной классы, там, казахской, русской классы, да, мы одно поколение. Поступили в один год в школу, закончили школу. Естественно, мы в школе почти, можно сказать, не общались. Ну, мы случайно встретились после окончания школы где-то года через четыре. И вот вот случайно встреча, наверное, предопределила. А так сказать, чтобы мы дружили там или что нет. То есть, никаких не было в то время чувств, мы не дружили, а именно после школы. Он пришел с армии, и вот случайно мы встретились в городе Уральске. Я уже в это время жила в Уральске, а он приехал с армии. И вот с 1978 года мы дружили, будем говорить. Через три года поженились, и уже нам было в 2021 году 40 лет совместной жизни. Вы дружили, то есть, три года, и так долго присматривались друг к другу? Я училась. Я училась. То есть, он ждал, пока вы закончились. Да, я училась в институте. Но я вышла замуж за студента. А он был студентом на тот момент. Да. С какими вы трудностями столкнулись, когда только поженились? У нас трудностей не было. Как он вас поддерживал? У нас трудностей не было. Почему, хочу сказать. Мы жили с его родителями. Ну, как сказать, когда живешь с родителями, это же тоже защита. Но родители бывают разные. То есть, они сразу вас приняли? Приняли, да. Мы жили вместе. Да, вот, если я с ними прожила три года, четыре года даже будем говорить, и только после этого они нас отделили, наверное, это о чем-то говорит уже. Что у нас мыслей не возникало уйти от них, жить раздельно. Вот, когда они посчитали, что нас можно отделить, что мы достаточно уже, самодостаточно можем прожить самостоятельно, мы получили квартиру, и после этого уже стали жить отдельно от родителей. А так жили с его родителями. Сразу ли удалось вам найти общий язык со своей свекровью? Как она вас вообще... Я, знаете, у нее многому научилась. Научилась уважать старших, потому что свекровь моя всю жизнь прожила со своим свекром, ну, как с заловкой, будем говорить, да, и у них было пятеро детей. Вот это такая большая семья, и я увидела изнутри вообще, как можно жить в такой согласии. И научилась ее терпению, немногословию, работоспособности, умению встречать гостей, умение вообще вести диалог между старшим поколением и младшим поколением. И я научилась обычам казахским. Я научилась разговаривать нормально по-казахски. Вот это мое достижение. То есть она была мудрой женщиной? Естественно. Если бы она была плохая, я бы с ней не могла ужиться. У нее же я была не первая килинга, но у меня была старшая еще невестка Абасон. Мы тоже с ними вместе жили. Вот такая большая семья у нас была. Имеет ли у вас супруг какое-то отношение к медицине? Нет. Он кто по специальности? Он полковник в отставке, всю жизнь проработал в правоохранительной системе. Но несмотря на это, он сразу же с первых, можно сказать, лет вашей совместной жизни он стал вам помогать, поддерживать. Он выезжал с вами на вызовы, изучал даже болезни. Это так? Да, да, да. Вот когда я уже говорю, я начала работать участковым педиатром, я обслуживала очень... Мы же в то время машин не было. Мы обслуживали вызова пешком. Естественно, приходилось обслуживать до вечера. Иногда приходилось в зимнее время до 11 часов ночи. Естественно, муж меня сопровождал, потому что район, понимаете, вот эту... Кожа сырьевого, мясокомбинаты, где я работала. Это был частный сектор, были собаки. Естественно, он меня сопровождал. За что вы ему, конечно, бесконечно благодарны. Конечно. Затем у вас родились долгожданные сын и дочь в семье. И вот хотелось бы знать, как вам удавалось тогда совмещать работу именно заведующей филиала городской поликлиники номер 2 с домашними делами. Уделяли ли вы столько же внимания, заботы, любви именно к своим уже детям? Или занимались в основном с чужими детьми? Ну, в то время нам было попроще. Дети были другие. Во-первых, и пациенты наши были другие. Они были крепче. Родители были более спокойные. Родители были более доверчивые. И они всегда нам доверяли. И неукоснительно выполняли наши назначения. Поэтому нам работать было очень легко. Они были и закаленные, да? Да, и дети были крепче, действительно. И был регламент работы. Естественно, суббота, воскресенье я отдавала своей семье. Дети мои были устроены в детских садах. То есть помогали и наши воспитатели воспитывать наших детей. В принципе, дети не доставляли мне трудности. И они были более самостоятельны. Сейчас ваши дети чем занимаются? Пошли ли они по вашим стопам тоже? Дети мои не пошли по моим стопам. Потому что, ну, наверное, видели, что я больше пропадаю на работе. Сын у меня работает в правоохранительной системе. Дочка работает в органах прокуратуры. То есть совершенно выбрали другое направление. Да, другое направление. Ксюра Мухтарна, конечно, это ваша работа, ваш труд, за который вам платят деньги. Но все же, чтобы жить полноценно, нужны не только деньги, зарплаты. Но мы знаем, что для вас это не важно. А самое главное, моральное удовлетворение. Вот для вас лично что служат наградой для вашей души? Знаете, что сейчас вот когда уже столько лет работаешь в системе здравоохранения, думаешь, себя спрашивают, а это мое ли было призвание вообще. И если я за столько времени, у меня мыслей не возникало уйти из системы здравоохранения, поискать себя в другой сфере, да, наверное, я так думаю, что это мое призвание. И вот удовлетворение, действительно, оно, когда у тебя на душе спокойно, когда ты домой заходишь с чувством удовлетворения, что сегодня день прошел хорошо, что есть какой-то результат этого сегодняшнего дня, и заходишь домой, и у тебя дома спокойно, тишина. И думаешь, уже начинаешь мысленно готовиться на завтрашний день. А что у меня завтра будет? То есть в этот день у меня не остается нерешенных проблем. То есть если какая-то задача у меня стоит в течение дня, я ее решаю до конца. И уже вот это бремя моих проблем, работы я не несу домой никогда. И, может быть, мне повезло в том плане, что у меня муж не работает в системе здравоохранения. Если бы он работал бы, наверное, врачом или кем-то, мы, наверное, разговоры и продолжили без адастраханом. И в этом плане, наверное, я спокойна, что у меня дома уже другая тема, другие проблемы, другая задача и другая аура. То есть вы оставляете все сразу за порогами. А вот в своей профессиональной деятельности что вы считаете самым главным достижением? Наверное, это уважение. Уважение среди населения. Потому что поликлиника – это первое, с кем встречается человек, участковый врач – первый человек, кому доверяет свое здоровье. И уважение среди коллег. Потому что эти два компонента, они неразделимы. Вот этого мне достаточно. Только и всего? Да. Ну а в плане все-таки наград, достижений ваших отмеченных? Если меня оценивают, если считают наградить, наверное, наградят. А вот так ходить или показывать, или говорить, я так не могу. Я через это не могу переступить. Если считают нужным, пусть награждают. Если не считают нужным, наверное, я так думаю, еще мне надо работать. Но все-таки приятно, когда твой труд ценят. Да. Когда вы получаете почетную грамоту или благодарственное письмо. Ну, каждая бумажка, даже вот когда я своих сотрудников просто грамотами награждаю. Вот даже называя их фамилии, имя и вручая грамоту, благодарность. Знаете, какие недовольные? Они потом уже показывают в этом, в WhatsApp, что вот эту грамоту они там туда-то повесили, сюда-то повесили. То есть для них это уже какая-то гордость перед своим родственниками, перед своими детьми. Что и их маму отметили, или там папу, отца отметили. И это очень... Внимание, в первую очередь, действительно, оно как бы возвышает человека. В глазах тех же самых родственников, друзей, коллег. Ну, есть медаль Шапогат. Есть медаль Ембек-Ардагера. Есть почетный значок Денсаух Сахтау СДГ. Я в составе делегации вот в Сакьевом области была вот на торжественном мероприятии. У нас всего пять человек ездило с области. И вот как Галина Ижмеденович сказала, вот к Шамптарному вас определили, что вы должны представлять область. Это тоже приятно. Адам Айтаду, а Канагат полу, говорит, Канагат. Раньше вот после этой трагедии, которая вчера произошла, да, я думала, знаете, вот не дай бог Алмата упадет. Вот, это все уже. Казахстан, клад, тыган, сёс. Мне было очень страшно и больно. Вот, и думаю, господи, нам брюйте кирюшок. Самое главное, и ельм амамбосом, балдарм амамбосом. У меня сын в Астане вот от дежурил, вот эти беспорядки. Думаю, амамболаяк, ельм азамамбосом. Остальное, оказывается, колдинг-рэх. Чтоб медали защитили наши или ордена кого-то защитили. Еще приходящие и уходящие в этой жизни. Поэтому я в первую очередь всегда говорю. Тангар Турган, да, как мама все время говорила. Ой, куда им рахмет кузьм дашип, ихам дашип, турган ама, ели маман, семья маман, балдар маман. Она все время так говорила. Вот действительно, человеку что нужно сейчас на сегодняшний? Покой. Дежана, спокойствие. Спокойствие работать, спокойствие. Ходить в гости, смотреть фильмы. Ну, должно быть спокойствие в душе. Это и счастье. Да, это не должна быть тревога. А вот эти дни была тревога. Не волватор, кола и волватор. Вот, действительно, как бы сказать, задача боевиков была достаточно очень цельная. Сломить Алмату. Кушара Мухтарна, вот в вашей работе, опять-таки, вернемся к лечению ваших маленьких пациентов. Вот как складывались часто доверительные отношения с вашими пациентами? И встречалось ли какое-то неординарное обращение пациента на вашей практике? Расскажите, вспомните какие-нибудь интересные случаи. Ведь, как вы говорите, дети разные. Родители тоже. Каждому нужен индивидуальный подход. И наверняка были такие случаи, интересно, забавные, которые вам запомнились. Знаете, вот в нашей жизни, как бы сказать, все случаи важны. Особенно каждый ребенок для нас был важен. Я просто приведу пример. Вот где-то 2005 год, нет, 2007 год. Я уже в третьей работала после обозрала. Ко мне в типографии подходит один мальчик. Ну, юноша подходит. Здрасте, Кушум. Я так смотрю на него. Здрасте, Юра. Прохожу. А вы что? Говорит, вы меня не узнали? Я говорю, нет, не узнала. Я же, говорит, ваш пациент. Я говорю, я же, говорит, на Джамбула, там называют адрес. Я говорю, откуда вы меня помните? Я говорю, вы что? Вы же, говорит, в нашей семье были первый друг. Мама вас боготворила. Ее, говорит, сейчас нет в этой жизни. Но я, говорит, я вас помню. Это пациенты мои, 81-82 год рождения. Представляете? Если бы я была плохим врачом, может, они бы меня не запомнили. Но я на участке долго не работала. Вы понимаете? Я уже в 83-м году ушла за ведущей отделением. Но этот ребенок меня запомнил. Запомнил. Можно говорить о многом, что я отдавала себя этой работе. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день, я в то время, оказалось, была очень смелым человеком. Вот ребенок новорожденного, наблюдаю, у него гноится пупок. Я, засучив рукава, этот пупок обрабатываю, все делаю. Потом, говорю, не прикасать. Я сама вечером прибегаю, опять этот пупок обрабатываю. Хотя потом, задним часом я понимаю, ведь нельзя его лечить на дому. Я могла ребенка довести до другого состояния. Но в то время была такая смеха. То есть сейчас этого... Сейчас вы этого не повторили бы ни за что. Не допустила бы, да. И утром я в 8 утра стояла у них дома. Опять ребенка обрабатывала. Маме говорила, не прикасайтесь, кормите все, 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 все. И вылечила этого ребенка. Хотя в то время, и в то время это не разрешалось. Но была смелость или вот это... Такой максимализм был такой творческий. Я могу, я вылечу этого ребенка. И... А сейчас, если посмотреть на это, думаю, я могла ведь роковую ошибку совершить. Но благо, я же вам говорю о том, что в то время дети были крепкие. Они отвечали адекватно на лечение. Они не были аллергическими. У них иммунная система была крепкая. Естественно, они всегда давали ожидаемый результат от лечения. Вот у меня повседневная работа. Патронаж, наблюдение новорожденных. Активы заболевшим детям. Вот мы... Я не хирург, который там совершает какую-то операцию или что. То есть наша повседневная работа, это, наверное, результат того, что результат, который мы хотели видеть, это здоровье наших детей. Все. Вот говорит, что это было неординарно. А были случаи, знаете, как? Вот у меня была... Я забыла про это вам сказать. Жили цыгане. Цыгане жили вот в районе кош-сырьевого завода. Значит, вызов поступает ребенку, там, 40 дней температурит, надо его ложить в больницу. Ну, я иду, а потом смотрю, говорю, все, одевайтесь, я забираю ребенка, поедем. Отцу их, он говорит, я не поеду. Говорю, почему? Он не разрешает. Это муж не разрешает. Оказывается, у них обычай такой. Пока 40 дней он не отпразднует, он этого ребенка никому не отдает. Каком бы он состоянии не был. Какое бы он состояние не было. Естественно, я сидела, ждала, пока они отпразднуют, пока ему это 40 дней, они как бы свои... Свои какие-то там традиции. Традиции не сделают. Я только его забрала у них в 12 часов ночи. Это столько времени просить. Сидела, потому что ребенок требовал, и он нуждался в госпитализации. А эти родители... Может, мать понимала, но она не могла этого ребенка отдать. То есть... А я не могла этого ребенка оставить. И мне пришлось вот до 12 часов ночи сидеть у них дома. Я сказала, я не уйду, пока вы мне своего ребенка не отдадите. И я поехала сама, госпитализировала этого ребенка. Вот именно... Вот работа участкового врача в этом и заключается. Довести маму или родителей о необходимости госпитализации, о необходимости лечения, убедить. И чтобы они поверили в тебе. Вот наша задача в этом заключается. Вот после этого уже... То есть этот случай произвел на вас сильное впечатление в то время? Впечатление в том плане, что я поняла, что есть иногда у некоторых людей как бы их необычай, традиции выше состояния. Они не смотрят. Им неинтересно состояние ребенка, что там может умереть. Для них, в первую очередь, этот важный... То есть я вот с этим столкнулась. Но потом, конечно, эта семья, когда они выписали это ребенка, тем более сын он был, он живой, невредимый, вернулся. Он пришел передо мной, извинился, сказал, да, если бы не вы, я бы ребенка своего потерял. Но они осознали. Осознали уже потом, конечно, да. Но в то время, конечно, вот это убедить их имело очень большую роль. Я только могла тем, что я сказала, я буду сидеть вместе с вами. Не уйду, пока я вашего ребенка не заберу. Как знать, если бы тогда не дождались, может быть... Естественно, мы потеряли бы этого ребенка, потому что мы его сразу в реанимацию положили, там, в детскую городскую больницу. Потом было время, когда мы делали массовую вакцинацию. Вот вы, сейчас вот дети, родители очень плохо вакцинируют своих детей. А в то время, сейчас вот даже наши молодые доктора не видят, не видят сейчас ни корь. Они не знают, что такое паротит, они не знают, что такое дифтерия, они не знают, что такое полиомелит. А наше поколение застало. Мы видели клинику полиомелита, кори, дифтерии, паротита. И знаем последствия. И у нас проводилось очень много туровых вакцинаций против полиомелита, против дифтерии, против кори. Да мы тоже получаем все эти вакцины. Да, сейчас родители так. Да, в то время, знаете, вот только благодаря такой вакцинации мы, дети, ведь сейчас вот видим вас здоровых, да, потому что вы привились. И вот не понимают тех родителей, которые сейчас против вакцинации. А мы в то время, прям, знаете, вот по домам ездили на машинах скорой помощи и прям в машине прививали, потому что этого требовало время. некогда было ждать. И действительно, люди с пониманием к этому относились, что нужно защищать детей. Если мы сейчас не начнем прививать своих детей, то мы опять получим дифтерию. Ну вот, а как вы относитесь насчет вакцинации против коронавируса? Обязательно нужно. И детей, и беременных надо прививать. Сейчас очень много теряет уже беременных женщин. Сейчас уже вот этот омикрон, штамп, очень быстро распространяется. Поэтому нельзя даже думать и раздумывать не нужно. Беременные женщины, если получают вакцинацию, она же через пациентарный барьер передает антитела своему ребенку, а ребенок уже рождается защищенным. А сейчас новорожденные дети попадают у нас больные коронавирусом в стационаре. То есть вы считаете, что вакцинация единственный метод? Единственный метод сохранить нацию. От этой кафарной болезни сохранить? Сохранить нацию. Снимаете? Наше будущее население будет наших детей сохранить. И у меня вот внуку 13 лет, я его обязательно Pfizer после каникул привью. Потому что другого выхода нет, я должна его защитить. А уже в Китае или в Израиле уже с 5 лет начали прививать. Я тоже считаю это правильно. Вот как мы с новорожденных детей же прививаем, почему бы и нет? Спасибо, Кошара Мухтаровна. А вот были ли моменты, когда вы разочаровывались в своей профессии и хотели, может быть, даже уйти из работы? Ведь у каждого человека бывают такие периоды, скажем, спады, когда это называется профессиональное выгорание. Нет, знаете, у меня никогда этой мысли не возникало. Почему я хочу сказать? Вот помните, время было, когда мы 8 месяцев сидели без зарплаты. Я в то время руководила поликлиникой третьей. Я туда уже пришла работать в 93-м году. Детская первая поликлиника в то время она называлась, которая на проспекте. И вот, когда 8 месяцев мы сидели без зарплаты, вы знаете, моя задача как руководителя была сохранить поликлиник. я могла тоже умыть руки и уйти, сказать, а мне зарплаты нет, там меня туда приглашают, сюда приглашают. Но моя задача была сохранить коллектив, не допускать социального взрыва и всеми силами помогать своему коллективу. И мне удалось сохранить коллектив, удалось людям помочь. Мы выписывали продукты, выписывали муку, сахар, рис под зарплату. И знаете, вот было такое единение коллектива, вот ни один человек не сказал, что ему плохо, что он уйдет. Никто не покинул здравоохранение, никто не покинул коллектив, все мы остались. И вот это, наверное, такое, вот это время, которое выпало нам, оно сплотило нас. И я, например, себя не представляю вне здравоохранения, потому что у меня нет коммерческой жилки. Я могла тоже, вот когда плохо, допустим, схватить ту же сумку, поехать в Польшу или куда-то там за товаром, да, торговать, я это не могу. У меня кредо, как бы сказать, уже сложилось у меня, наверное, что я должна быть врачом. Все, я себя вне этой профессии не представляю. Другой я себя не могу даже представить. Кашрама Афтарна, есть ли у вас в будущем еще какие-то нереализованные, какие-то мечты, планы, мне кажется, вы такой человек, который не стоит на месте, всегда стремится к чему-то, познать новое. Ну, наверное, если мне скажут уйти с этой должности, да, я, может, я уйду на печь. Вы бы могли сидеть дома, просто раскачиваясь на кресле. Я дома сидеть не смогу, но, может, я о другой форме работы я подумала бы. Но это будет медицина. Либо медицина, либо не медицина, но я подумала бы тогда. Но сейчас, на сегодняшний день, мне некогда об этом думать, потому что у нас сейчас задача очень серьезная. Ну, когда появится все-таки свободное время, вот вы до этого мы с вами беседовали, вы говорили, что у вас практически нет свободного времени заниматься собой, ходить в спортзал, я, наверное, знаете, что в свое время я себя детям не отдала. Я, наверное, себя отдам внукам. Буду с ними. С ними заниматься, с ними, как бы сказать, их развивать. Потому что сейчас тоже иногда до внуков у меня руки не доходят. Наверное, я должна роль бабушки хорошо выдержать и выполнять, если получится. А так, не знаю. То есть, общение с внуками в данный момент приносит вам, конечно, радость, удовольствие. Ну, сейчас, знаете, вот... В этом вы находите перезагрузку свою? Вообще, наверное, сейчас надо с детьми разговаривать. Сейчас родители вообще никто же с детьми не разговаривает. Все в телефонах? Да, все в телефонах. Вот, действительно, я считаю, что мы должны с ними разговаривать, они должны читать, мы с ними должны диалог вступать, их услышать, их мнение услышать. Они даже на уроках их никто не спрашивает, понимаете? И в этом трагедии наших детей завтра они вырастут, я не знаю кем. Они даже нормально свое мышление не смогут излагать, потому что с ними никто не разговаривает. Вот это беда нашего подрастающего поколения. Да, они, может быть, они в интернете хорошо шарят, там, допустим, разбираются во всех этих технических этих, но все это молча. А вот изложи вот это то, что ты хочешь, делаешь, или ты объясни, что ты делаешь. Это очень загвоздка большая. Поэтому надо с детьми больше заниматься без телефонов, без компьютеров. Живое должно быть общение, живое умение изложить мысли свои, умение доказать, даже вот доказать свою правоту, они должны уметь. Чего? У нас не хватает. Я в этом, как врач-педиатр, вижу, что в этом плане воспитание наших детей очень страдает. И мы уже начинаем пожинать плоды сейчас уже. Передача пролетела мгновенно на одном дыхании. Вы очень интересная личность, удивительный человек. От вас идет такая добрая аура, такая энергетика у вас чистая. В заключении хочется еще раз, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, может быть, к своим родителям, своим пациентам с пожеланиями, с добрыми, теплыми словами. Спасибо, Лаура. Мне тоже было приятно с вами пообщаться. Спасибо за тот интерес к моей личности. Что хочу сказать? Я все-таки в душе врач. Естественно, наше население. Хочу поздравить с наступившим Новым годом и в первую очередь пожелать им крепкого здоровья. Здоровье это сейчас, как мне сказал один знакомый, оказывается, уже познается в другом понятии. Это не просто давайте выпьем за здоровье или там давайте пожелаем здоровья друг другу. А здоровье, оказывается, нужно беречь и оно должно быть у нас у всех. И вот поэтому я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, чтобы вы его берегли и не давали сбои в своем здоровье, своему организму. И сейчас такая идет очень грозная инфекция, это пандемия. Пандемия продолжается, ковидные инфекции. И к большому сожалению, штамп вирус мутирует. Выходят разные штаммы. И соответственно, как мы должны защищаться? Потери очень большие, смертность растет. и если бы говорили, допустим, в Казахстане или в России, это весь мир. Весь мир сейчас страдает от этой инфекции. Поэтому в первую очередь можем защититься. Защититься только вакцинацией. Сейчас уже все слои населения вакцинируются. И дети, и беременные, и кормящие, и взрослые населения, особенно лица пожилого возраста. Давайте будем друг друга беречь. Беречь соседей, беречь друзей, беречь коллег. Потому что вы привитой, а рядом сидит непривитой. Надо подумать, непривитой человек, почему он должен заражать непривитого? Того человека, который исполна сделал все для того, чтобы себе сохранить здоровье. То есть, я так думаю, все должны пересмотреть свой взгляд. Уже, по-моему, дискутировать, время уже прошло. Уже жизнь доказывает, что мы должны всем миром защититься от этой инфекции. Выработать уже, как говорим, коллективный иммунитет, иммунитет коллективный всем. И победить эту инфекцию. И что хочу? Ну, как мама, да, я уже, наверное, как больше бабушку буду говорить, мне очень переживают за своих внуков. Вот, за поколение внуков всех, что их ждет впереди. и вот наша задача, наверное, всех взрослых, да, оставить им хорошую планету, оставить их уверенными в жизни, что у них все есть в этой жизни, что они могут получить образование, что они могут найти работу достойную, что они могут создать семью, что у них завтра будет собственное жилье. И вот эту вселить в них уверенность. Потому что когда мы слишком их опекаем, да, за них думаем, они становятся очень неуверенны в семье. И потом могут себя потерять. И поэтому изначально с детства нужно в них вселять вот эту уверенность. Поэтому я всегда говорю, будущее детям это тоже не призыв, а это действительно реальность. Будущее должно быть у них прекрасное и хорошее. Спасибо, Кашира Мухтаровна. Мы благодарим вас за участие в нашей передаче. Хочется пожелать вам, конечно, бесконечного вдохновения, крепкого здоровья, счастья на долгие годы. Ну и, конечно, чтобы вы всегда оставались в строю. Нет дороги, которая ведет к счастью. Счастье это и есть дорога. Цените то, что имеете и всегда будьте за это благодарны. Это было передача Дорога Жизни. Встретимся ровно через неделю на телеканале Акжаик. До свидания и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова